До конца года в Алтайском крае должны преобразиться больше двух сотен дворов и несколько десятков общественных территорий. Только в Барнауле на эти цели получено 216 миллионов рублей, что на 60 миллионов больше, чем в прошлом году. Но насколько эффективно расходуются средства и в целом о реализации в крае федеральной программы по созданию комфортной городской среды спросим у главы регионального исполкома Общероссийского народного фронта Сергея Войтюка. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, сколько всего городов и районов края участвует вот в этой программе? В этом году участвует 13 муниципальных образований, то есть в том году было 11, то есть мы видим с вами прирост в количестве двух муниципальных образований в рамках программы комфортная городская среда, ну и плюс благоустройство парков. Ну в частности в Барнауле сколько территорий преобразится, дворов и общественных мест? В Барнауле изменяется ситуация в сторону увеличения количества общественных территорий, то есть в том году у нас было благоустройство одной территории, в этом году у нас их 6 этих территорий. Что касается дворовых территорий, в 2017 это 106 дворовых территорий и 65 дворовых территорий в городе Барнауле в 2018 году, то есть мы видим с вами тренд в сторону общественных территорий, то есть ну собственно это как раз к вопросу изменения вроде бы увеличения суммы, да, но при этом уменьшение количества дворовых территорий, то есть прирост за счет прироста количества так называемых общественных территорий, то есть которые у нас появятся практически в каждом районе. Вы уже не раз сказали, что сумма на 60 миллионов больше, дворов меньше, то есть их качественнее будут ремонтировать или по-прежнему так же? Нет, просто это тренд изменения в самом проекте, то есть такие рекомендации были со стороны Минстроя, то есть в ходе общественных таких дискуссий о том, чтобы рассмотреть в качестве пилота увеличение количества общественных территорий, благоустраиваемых в 2018 году. Ну и собственно по большому счету отчасти была и критика, что, к примеру, только одна территория в муниципалитете преображается, то есть у нас формат продолжения, так скажем, Нагорного парка, то есть его реконструкции, при этом не было соответствующих точек в районах. То есть, ну вот, собственно, с этим и связан тренд. Что касается дворовых территорий, то, к сожалению, могу сказать, что, опять же, это тренды, заведенные с федерального уровня по увеличению доли софинансирования, и те 65 дворов, которые мы с вами увидим в городе Барнауле, в этом году только по 23 будет дополнительный перечень работ с обустройством за счет софинансирования граждан дворовых территорий в виде спортивных игровых комплексов, да, то есть, ну и с дополнительного перечня. К сожалению, ну вот именно большая сумма софинансирования, она приводит к тому, что все-таки большая часть выбирает минимальный перечень объемов, то есть асфальтирование, урны, лавочки, освещение. Наверняка желающих благоустроить свои дворовые территории было много, по какому принципу отбираете? Ну, то есть, собственно, по большому счету процент реализации заявок, принятых в работу в 2017 году, составил почти 90%, да, то есть порядка 30 заявок, которые были поданы с 2017 года, да, то есть после уже, так скажем, отбора тех дворов 106, которые ремонтировались в 2017 году, то они перешли, соответственно, в проекты уже реализации 2018 года, ну и плюс новые заявки, плюс данные инвентаризации, которая была проведена, условно говоря, по всем дворовым территориям, по региону, в том числе по городу Барнаулу, в котором учитывается и возраст, ну, то есть есть целые критерии, да, которые, опять же, рекомендованы федеральным Минстроем, то есть по порядку, когда муниципальная комиссия отрабатывает, да, принимая заявки, что учитывается, доля проголосовавших, да, объемы софинансирования, если они присутствуют, да. Давайте на практику. Предположим, я хочу и жители нашего дома, чтобы двор преобразился, что нам в первую очередь необходимо сделать? Ну, для этого, прежде всего, есть целая процедура, да, формирования и прохождения решений через общие собрания, в этой части нужно, понятно, и Народный фронт на этом настаивал, чтобы субъектом этой инициативы были обязательно управляющие компании, законодательно они, так, скажем, здесь до сих пор не закреплены, да, то есть, но при этом они активно участвуют, потому что организовать, собственно, инициативные группы весьма сложно, да, управляющие компании, собрать общее собрание, чтобы учесть, может это дело реализовать, да, дальше необходимо, конечно, данные инвентаризации, то есть, составление проектных решений, да, то есть, составление проектно-сметной документации, вот, отрадно отметить, что с 2018 года проектно-сметная документация, в отличие от 2017, она уже делается за счет бюджетных средств, потому что это были достаточно такие серьезные баталии, когда в большинстве субъектов, ну, это порядка, наверное, больше 60% проектно-сметной документации ошлялась и делалась за счет средств граждан, а это весьма проблематично, сложно, и очень много было дефектовки из-за того, того, что, ну, это делали непрофессионалы, либо привлекались какие-то сторонние организации, которые, ну, тоже делали с дефектами. Я знаю, что в этом месяце Общероссийский народный фронт проводит объезды по дворам и общественным местам, которые отремонтировали в 2017 году. Какие замечания на сегодняшний день хотелось бы рассказать? Ну, на самом деле, мониторинг такой весьма выборочный и интересный, то есть выбираются высокобюджетные дворовые территории, ну, таков принцип, да, потому что объять необъятное невозможно, да, то есть, ну, и все-таки мы не подменяем функцию, там, строенадзора, да, то есть мы общественники, и вот выборка такая, она показательна. А вот в рамках этих объездов проходит анкетирование граждан, то есть основная масса жителей, собственников довольны. Есть, конечно, недочеты, потому что, ну, кто-то, у кого нет транспорта, говорит, зачем расширили так парковку, кто-то говорит наоборот, в этом же дворе, что нам недостаточно парковки. Ну, то есть это стандартная ситуация. В целом, основную проблему пережили зиму достаточно хорошо, несмотря на сложности, и никто не скрывал с подрядной организацией того года, да, то есть, ну, пережила основная масса дворов, вот те, которые мы отмониторили достаточно хорошо в зимний период. Основные сложности мы увидели, но это уже вопрос, наверное, текущего содержания по детским площадкам с точки зрения покрытия, да, то есть песок выдувает, то есть его не обновляют, но это уже вопрос текущего содержания. Вот здесь еще раз хотел напомнить всем собственникам, что принимая обязательства, подавая заявки, там одно из условий этого проекта, обязательство в дальнейшем содержать благоустроенную территорию, да, и, условно говоря, решать этот вопрос путем соответствующих договоренностей в рамках договора управления, будь то управляющей компанией, либо ТСЖ. И здесь необходимо, конечно, обязательно следить за этой ситуацией, то есть для того, чтобы поддерживалась нормальная ситуация, потому что, ну, в ряде дворах есть буквально просто опасная ситуация, потому что песок выдул, то есть выдуло, соответственно, обнажились бетонные, так скажем, основания, фундаментные этих малых конструкций, и вот это... Ну, я знаю, что по опыту прошлых лет вы можете дать несколько советов сегодняшним строителям, чтобы одни вроде как сделали, потом вышли другие, тут раскопали, вот что-то вот в этом смысле у вас есть претензии. Да, речь идет, вот, на самом деле, о синхронизации, да, немножко иной формат, то есть вот... Чтобы делали комплексные сообща, так что ли? Комплексные сообща, здесь немножко речь идет о синхронизации проектов, у нас порядка 14, наверное, таких вот дворовых территорий, которые примыкают одновременно к территориям Богоустраевым в рамках другого большого масштабного проекта, безопасные и качественные дороги, да, вот, в частности, такой участок на Ядринцево-Богоустраевом, то есть и дворовые территории, и в рамках БКД делается участок дороги, здесь очень важно синхронизация, То есть такая задача, поставленная на уровне правительства Российской Федерации, не везде это, к сожалению, может и получиться, потому что средства на межквартальные проезды не заложено, и вот, наверное, в том числе и задача Общероссийского народного фронта в дальнейшем добиваться на федеральном уровне, чтобы межквартальные проекты также как-то попадали, ну, в приоритетный национальный проект, который сейчас формируется по благоустройству и жилью, чтобы, ну, комплексно преображалась ситуация, потому что сложности есть, сложности, прежде всего, связаны с объемами возможностей. У нас буквально минута эфирного времени, очень коротко, крайний вопрос про общественные места, вот, за которые голосовали барнаульцы, пока работы ведутся только в Нагорном парке. Да, работы ведутся на набережной, заключены сейчас контракты, то есть на этапе заключения контрактов по всем шести, то есть еще пяти дополнительно общественным территориям. Здесь сложности по проценту выполнения мы видим, да, то есть и они мониторятся, к сожалению, у нас сейчас процент выполняемых работ это 23% территории, в целом по краю, по общественным территориям, да, то есть вот всего 23% находятся в работах, остальные на этапе, есть территории в ряде муниципалитетов, которые еще только в плане графики размещения, еще не заключены контракты. Ну что, спасибо за эту интересную беседу, за то, что пришли к нам в студию. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Сергей Войтюк, глава регионального исполкома Обсероссийского народного фронта в Алтайском крае.